Приветствую вас, Евгения. Давайте разберем ваш вопрос. Я сошлась два года назад с бывшим мужем. У нас есть общий ребенок, дочке 7 лет. Он нас с дочкой выгнал, когда ей был один месяц, не выдержал детских истерик, слез и бессонных ночей, обвинив меня в том, что я плохая мать. Все 5 лет он мне не помог с ребенком, платил грошовые алименты, с ребенком не общался. Вопрос в том, что он хочет, чтобы я родила второго, но я категорически против. Хочет и много чего обещает, при этом, например, помогать. Официально мы не расписаны, общение с дочерью у него своеобразное, тяжело ему удаются. Хочется, чтобы она его беспрекословно слушалась. Как сохранить семью и не усугублять конфликт по второму ребенку? Свою позицию я пояснял, а почему не хочу, потому что намучилась с первым ребенком. Хоть мне и мои родители помогали, сейчас хочу отдохнуть, ездить втроем в путешествия и т.д. Мы уже даже ездили, а не запереться в трех стенах на три года и зависеть от него морально и финансово в декрете. Просто хочется спокойно жить. Мне финансово и морально одного ребенка достаточно. Я думал, что он мне благодарен, должен быть, что я приняла его назад в семью, а от меня он еще и требует детей. Что делать? Евгения, ну, здесь, как бы, момент в том, что вы злитесь на своего мужа, по моим ощущениям. Вы обиданы на него, опять, по моим ощущениям. А, вот. И... А, с обидой так получается, что ничего особо не делается. То есть, ну, вы на него злитесь, вот. Вы на него обижены, на своего супруга, но как-то вот не выражаете свои чувства в данном случае. Они достаточно сильные, они вас давят, очевидно. Вот. Плюс у вас есть определенные ожидания, например, что муж будет благодарен, что вы приняли его в семью. Но, мне кажется, что это не самый, не самый лучший мотиватор для того, чтобы собрать отношения. То есть, люди сходятся, потому что понимают, например, что хотят быть вместе. Люди сходятся, потому что понимают, что у них есть чувства друг к другу. Люди сходятся, потому что решают свои проблемы. Если что-то из того, что я перечислил у вас, большой вопрос. Я думаю, что ответ на ваш вопрос, что делать, кроется в том, если у вас с мужем что-то общее, помимо темы детей. Если между вами личностное взаимодействие, личностное отношение, личностные отношения. Потому что мне показалось, что та тема, по которой вы общаетесь в основном, это тема чисто детей. Личностного взаимодействия нет. Шансы на то, что он будет помогать вам со вторым ребенком, так как не помогал с первым, достаточно низки. Важно увидеть, что произошло с вами, что вы простили ему по факту, то, что он вас выгнал и сошли с ним опять, что изменилось. Важно разобраться в том, как вы это восприняли. Может быть, перестать считать себя жертвой. Потому что мне кажется, что ожидание благодарности от мужа за то, что вы приняли его в семью, это своего рода компенсация за то, что он вас выгнал. Но вы противоречите себе, говоря, что вы сошлись два года назад с мужем, сошлись, а при этом говорите, что приняли его в семью. То есть, помимо того, мне кажется, что единственное, что вас объясняет, это семья в узком смысле. Здесь еще есть подобная тихотомия. Вот. Также муж проявляют некоторые признаки тирании. И тут тоже важно увидеть, насколько полезно для вашей дочери такое общение, где он требует, чтобы она его слушала. Беспрекословно. Ну и вы, что чувствуете к мужу, тоже достаточно важно. Когда все эти моменты будут прояснены, я думаю, вам станет понятно, что делать дальше. А так, давать вам прямых советов я бы не стал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.